Горячее водоснабжение, ну хотелось бы, чтобы отмечали, сколько закуп, например. То есть каждый раз вот эта сумма только бывает разная. Расчетка за август не совсем понятна. Недавно Татьяна Давыдова начала получать квитанции, в которых убрали некоторые графы. Только платить приходится, как прежде. Недопустимо часто обнаруживаются ошибки в начислении. В счет фактуры необоснованно включаются дополнительные услуги. Но все должно быть прозрачно. Сегодня об этом в послании Госсовету. Госсовету напомнил Рустам Миниханов главные надежды на новый единый расчетный центр. Опять хотят быть первопроходцами, как часто бывает у нас в республике. Ничего не могу сказать. Только время покажут, каково это будет. По планам с новым ЕРЦ сойти на нет должны и нонсенсы вроде разных платежек за одни и те же услуги. Пока же такое встречается. Но бумага, бумаги рознь. Если одним приходят новые счет фактуры, то вторые платят по старинке, к примеру, за общие антенны, которые стоят денег, но не несут пользы. Вот и в платежке пенсионерки Замфиры Гараевой еще осталась пресловутая строка «прочие расходы». Раньше платили за телесигнал, за что сейчас непонятно. Когда муж живой был, мы это платили. Он ходил, сам платил. Разные платежки, только полбеды. Страшнее неправильные показатели и даже махинации. Очень часто умышленно делаются ошибки в расчетных документах. И республиканская жилинспекция выявляет десятки тысяч нарушений в год. Это неправильно. Текущая ЖКХ-обстановка требует пересмотра. Уменьшенные аналоги спасительного ЕРЦ уже работают пилотом в нескольких районах. Рустам Мениханов обратился к госсовету. Привести все к единому знаменателю нужно в ближайшее время. Рабиль Шайдолин, Марат Сейдгара, ФТНВ, Газань.